какие люди какие люди какие люди сколько лет сколько зим нет ни зимы не лето сколько месяцев я смотрю на маниже все те же а как вы хотели в нашу рулетку молодую заходит все те же все те же надо она же наша у нас это аллея мигов как вы знаете что у вас как я знаю что что у вас расскажите еще ну знаете в свое время в корее корейская война была была такая аллея воздушная называется аллея мигов засыхали про такой мигом аллея мига услышали про это что и такое знаете не 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 знаю в общем аллея мигов это такое косвенное название территорию воздушного пространства, которое постоянно контролировалось советской авиацией. Ну, советской или корейской авиации, то есть советские МИГами. И то есть, когда американские самолеты во время войны корейской заходили в это пространство, они тут же попадали под удар советской авиации. Понимаете? И поэтому это назвали Аллеей МИГов. И вот, смотрите, эту рулетку, лично я, называют тоже Аллея русских блогеров. Поэтому тут любой человек, который странно новый попадается, он попадает под удар российского блогера, как истребители понимаете потому что еще мало народа мало еще народа здесь я еще пользу вам же нужно чтобы побольше народу чтобы загасить как вы любите зачем как мы больше смотрите вот я общался с до до вас когда предыдущие дни общался с людьми из украины из казахстана из канады германии сколько людей приличных мы общаемся радуемся жизни делимся планами на будущее на музыке говорю да главное чтобы не оскорбляй кто кого же оскорбляя оскорбляет до разной методы методы оскорбления вы не использовали я с вами хоть раз оскорбление применял ой давайте мы не будем туда возвращаться да или нет слонов и мостик мы же не будем это оскорбление это оскорбление ой 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 я тебя мой хороший я тебя подловил на где меня подловили я прекрасно знаю чем мы с вами говорили а это оскорбление это оскорбление было оскорбление еще спрашиваю да это оскорбление это уже ваша проблема это уже ваш проблема если у вас такая низкая самооценка подождите вы меня тыкаете между прочим в между прочим с начала разговора между прочим с начала разговора вы мне как и начали говорить что нужно без оскорбления нужно вести себя хорошо живыми такие говорили а сейчас вы мне ведете совершенно я Я с вами принципиально говорю, смотрите, я даже принципиально ставлю вопрос, что я говорю с вами на «вы». Хочу, что от вас слышат то же самое. Вы мне все время тыкаете, уже показывая свою малообразованность или невоспитанность, как хотите. Дальше. Когда я говорил как раз-таки в вопросе о слонах и моськах, я все прекрасно наш разговор помню. И вот так вот... Что ж вы забыли? Я все прекрасно помню. Я сейчас говорю, не перебивайте. Я все прекрасно помню до мелочей. И в моих словах не было ни одного оскорбления. Потому что в этом разговоре мы говорили о том, вы мне задавали вопрос, чем моя страна великая. Я вам отвечал, чем моя страна великая. Вы со мной почему-то не соглашались. Вы не считали, что, например, Достоевский, Чайковский, Циолковский, Королев и прочие великие люди. Я вам говорил это. И поэтому, когда вы сказали, что это не так, ну, это было как минимум невежество. А сейчас вы так реагируете, потому что это вас, самое главное, ваша вот эта реакция, вот эта... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я вас подловил. Это было настолько дело на реакцию, вот именно, ну, как это, фальшивая реакция, понимаете? Что вас, это наш тогда разговор, который мы тогда говорили, сильно задел, сильно задел. И вот сейчас вы пытаетесь что-то мне доказать обратное. Не так ли? Ну, видите, вы оскорбляли человека. Ну, я задел. Вы оскорбляли человека моськой. А в чем это оскорбление? Если человек невежественен, я не могу ему сказать, что он невежественен? Несмотря на... Смотрите, несмотря на то, что я вам делал очень много раз замечаний, вы как бы продолжали свою линию. Что вы говорили. То есть вы у меня спросили, я вам ответил, где вы оскорбляли. Вот я вам ответил. Если вы обижаетесь на понятие, например, моська или что-то, ну, это не мои проблемы, это уже ваши. Потому что как можно назвать человека, который, ну, как бы невежественен? Невеже, между прочим, это, между прочим, литературное слово. Это не оскорбление. Невежественен. Я не говорил про вас, что вы дурак. Я не говорил про вас, что вы идиотом, например. Я сказал моська, как слон и моська. То есть вы, как моська маленькая, лаете на слона большого. То есть я имел в виду Россию, как такого, а я ее представитель. Вот и все. Когда я говорил о том, что мы же обсуждали с вами Россию, насколько она великая, я привел вам к Толстого и прочее. Это гений. Это вот то, что величие. Понимаете? Это слон. А человек, который на них ругается, кричит, что они какие-то не такие. А он моська. Это все. Что здесь оскорбительного? Скажите мне, как умный человек, пожалуйста. Они какие-то не такие. Ну, это, наверное, уже ваша какая-то интернет. Подождите. Это вы сказали такое. Вы сказали. Подождите. Я говорил, что они какие-то не такие. Подождите. Вы сказали это. Вы сказали это. Вы это говорили лично. Я сказал, они какие-то не такие. Да, вы сказали. Я такое сказал. Я вас подловил. Я вас подловил. Да вы меня подловили. Я вас подловил. Подловил. Точно. Вы меня подловили. А ещё вы меня сейчас стыкаете, между прочим. А вы меня сейчас стыкаете. Вот, внимание, смотри. Я говорил тогда, что Достоевский, Толстой, Пушкин и прочие, это величие. А вы говорили, что это не так. Поэтому где же великая русская культура, как раз это есть слом. А те, кто на них гавкает, это моська. И что здесь обидного? Ответьте на вопрос, что здесь обидного? Хотите поговорить про великую русскую культуру? Хотите поговорить? Хочу, хочу. Вы точно готовы? Хорошо. За великую русскую культуру скажи. Назовите, кто такой Василий Третьяковский. Василий Третьяковский. Третьяковский, Третьяковский. Третьяковский. Не Третьяковский, а Третьяковский. Я вам расскажу про великую русскую культуру. Василий Третьяковский. Кто такой? Мы о культуре говорим сейчас. Вот мы говорим о культуре. Вы это не знаете, кто такой. Я не знаю, смотрите. Я вам расскажу, про кого я знаю. Ладно. Зачем будем мы говорить, про кого я не знаю. Хорошо. Ломоносов, назовите хоть одно произведение Ломоносова литературное. Ломоносов, да. Был из поморов. Назовите хоть одно произведение Ломоносова, литературное. Да. Литературное произведение Ломоносова, хоть одно назовите. Я и не помню литературное произведение. Хорошо, задам вопрос проще. Жуковского хоть одно произведение литературное. Жуковского. Жуковский, Жуковский. Не помню именно название литературы. Как называется период литературы, в которой жил Пушкин? Пушкин, Лермонтов, как называется в истории? хоть это знаете слава богу назовите хоть одно произведение пушкина который бы относилась к исторической литературе факту исторической литературы я задал вопрос задал вы хотели вопрос я хочу услышать ответ хоть одно историческое произведение пушкина историческая историческая еще еще какой-нибудь это просто ну ладно кто написал бояра не морозов бояра не морозову картину бояра не морозова кто-то кто написал смотрите великая кто написал бояра не морозовый и великую русскую культуру обсуждаем сейчас вот вот мы написал написал бы я я сказал кто написал да я сейчас расскажу не надо ясно то что из чего состоит русская культура и знал сразу в никто не знает еще состоит великая русская культура не я не вы не даже толстой и достоевский Внимание, откуда можете выиграть, Донин, Канады? Нет, мне не интересно. Кто написал Бояриню Морозову? Начнем с этого. Кто написал Бояриню Морозову? Я задаю конкретный вопрос. Вы знаете, вы очень много вопросов задаете. Вы же хотите о культуре поговорить. Мы говорим о русской культуре. Вы мне не даете рассказать слово. Подождите. Вы мне не даете рассказать слово. Подождите. Дайте я объясню. Мы дойдем сейчас до 1991 года. И потом, можем до нынешнего времени. И потом вы зададите свой вопрос. И зададите любой вопрос. Я вам это обещаю. Ответьте на вопрос. Мы говорим о русской культуре. Мы пробегаем сейчас с периода 18 века до современного времени пробежим. И причем не только из литературы. А отовсюду. Кто написал Бояриню Морозову? А вы можете сказать одно стихотворение Пушкина? Наизусть можете? Запросто. Прямо сейчас сказать? Расскажите, пожалуйста. Уж близок полдень. Жар пылает. Потом я спрошу, кстати, откуда это. Как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки. Равняют строятся полки. Молчит музыка боевая. На холмах пушки присмирев. Прервали свой голодный рев. И все равнину оглашая. Далече грянуло. Ура! Полки увидели Петра. И он промчался пред полками. Могучий, радостен, как бой. И он поле пожрал очами. За ним во след неслись с толпой. Сиптинцы гнезда Петрова. Продолжать дальше? Очень красивые стихи. Что за пойма это? Не знаю. А вы о культуре собрались говорить? А между прочим, это произведение, которое в школе проходит еще. Дальше еще рассказать. А я проходил другое. Ну, вы проходили другое неправильное истории. Хотите, я вам тоже расскажу? Нет, смотрите. Умите властвовать собой. Внимание, подождите. Я поймю. Мне понятно. Мне понятно. Кто написал «Боярани Морозовы»? Я вас люблю. Чего же боли? Что я еще могу сказать? Теперь я знаю ваши воли. А еще бы вы этого не знали. Эта школьная программа настолько простая, что даже говорить мне нужно об этом. Так вы тоже самое сейчас мечтали школьную программу. Хорошо, я вам прочту. Хорошо, я прочту вам другое нешкольную программу, допустим. Смотрите. Внимание. Я прочту нешкольную программу. Внимание. Поэт идет, открыт и вежды, но он не видит ничего. А между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не взводишь. И снизойти стремишься ты. Стремиться к небу должен гений. И так далее. Продолжайте. Это не школьная программа. Кто это написал? Вы же сказали, мы говорим про Пушкина. Ну да, логично, логично. Кто написал Боярине Морозову дальше? Значит, Пушкин написал. Кто написал Боярине Морозову вопрос дальше? Отвечайте. Духовной жаждой томим в пустыне. Начинается. Вы там загуглили? Нет. Духовной жаждой томим в пустыне жалко я томился. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Не смотрите, вы же зачем читаете-то? Коснулся он. Давайте, кто написал Боярине Морозову? Мне надоело уже слушать. Это мне в школе хватает этого. Давайте, кто написал Боярине Морозову? Скажите, кто? Кто написал Боярине Морозову? Я вопрос задал сейчас, внимание. Я вопрос задал, внимание. Саня, я вопрос задал сейчас. Кто сейчас? Я вопрос сейчас задал, мне уже надоело отвечать на ваши вопросы. Я вопрос задал, либо я сейчас переключусь, мне уже надоело, я зацепаю. Я вопрос задал. Я вопрос задал. Я вам тоже задал вопрос. Хорошо, вы не ответили. Вы мне задали уже 10 вопросов. Вы не ответили ни на один. Вы не ответили ни на один. На какие-то я ответил. Ответили только на то, что это золотой век был. Дальше. Ладно, Боярни Морозова вы не знаете. Дальше. Следующее идем. Назовите мне, в каком веке жил Алексей Толстой. Николаевич. Алексей Николаевич Толстой. Надо посмотреть, какие у него дни. Я не помню. Правильно, не знаем историю. Хорошо. Литература. 19. Ответ неправильный. Начало 19. Нормально. Ответ неправильный. Садитесь два. Дальше. Дальше идем. Теперь переходим на это. Назовите, кто такая Уланова. Уланова? Кто это? Скажите, пожалуйста. Кто это такая? Вы мне стуковали? Кто это такая? Давайте. Ответите хотя бы на один, кроме золотого века. Это был простой вопрос. Я отвечу. Я сказал, дойдем до 2000-х годов. И я отвечу на любой ваш вопрос. Если вы ответите хоть на один. Вы не будете отвечать. Еще. Я не сливаюсь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я сказал. Отдойдем. Дойдем. Я здесь. Внимание. Если вы ответите хотя бы на пять моих вопросов. Начинается вот этого сейчас. На пять. Простых. Простейших вопросов. Хотя бы кто это? Люди. Хотя бы что? В какой сфере культуры они были известны? Я отвечу на все ваши вопросы, если мы дойдем до 2000-х годов по русской культуре. Договорились? До 2000-х годов. Я задал вопрос. Кто такой? Начнем. Первый вопрос. Вот это да. Первый вопрос. Кто такой Уланова? А кто такой Бердяев? Я задал вопрос. А кто такой Бердяев? Смотрите. Великая русская культура. Я задал вопрос. Я задал вопрос. Я задал вопрос. Я задал вопрос. Приговорили. Понятно. Да. Ломоносов и прочие там были далеко. Лермонтов был на Кавказе и все такое. Прочее. Пятое, десятое. Я задал вопрос. Кто такой Уланова? Я задал вопрос. Кто такой Уланова? Все. Начинается. Он меня, короче, выключил звук. Хотя, ладно, послушаем. Шаринский эмигрировал, Михаил Чехов эмигрировал, Шагал эмигрировал, Бердяев эмигрировал. Целый философский пароход и не один эмигрировали. Выдворен из страны. Умные стране не нужны. Маяковский и Есенин покончили с собой. Гумилёва расстреляли. Ахматову не публиковали. Магдальштампа сослали и убили. Меренхольда. Меренхольда. Избили в подвале и расстреляли. Как он назвал последнюю фамилию? Меренхольд. Еще раз скажи. Меренхольд. Меренхольд. Кто это такой? Меренхольд. Избили в подвале и расстреляли. Кто это такой, дядька? Зинаи Дурай. Кто такой Меренхольд? Кто такой Меренхольд? Я не знаю, кто такой Меренхольд. Вы не знаете, кто такой Меренхольд? Я не знаю, кто такой Меренхольд. Да над тобой весь чат сейчас угорает. Ты знаешь, кто такой Меренхольд? Скажи, кто это такой? Просто кто это? Вы не знаете, кто такой Меренхольд? Я знаю, кто такой Меренхольд. Кто? Мужик, ты со мной хочешь о культуре говорить? И ты не знаешь, кто такой Мернхольд? Назови. Зинаида Райх, это кто такая? Так, значит... Загуглил. Где мы остановились? Мернхольда избили в подвале, расстреляли. Кто такой Мернхольд? Я задал вопрос, кто такой Мернхольд? Начинается опять. Кто такой Мернхольд? Кто такой Мернхольд? Кто такой Вавилов? Он не знает этих фамилий даже. Ладно, пускай говорит. Я угораю, ребята, это просто бардак. Берем так. В общем, все люди, которых он перечисляет, начиная с Шаляпина, те, которые Куприн, которые уехали так или иначе, они от этого культуры меньше не стали. Понятно. Читать дальше. Внимание, внимание. Они от этого меньше культуры не стали. Бунин от того, что уехал за рубеж, от этого меньше русской культуры не стал. Я задал вопрос. Мужик, мужик, ты просто поразительный, просто неуч. Ты невежа. Еще мне потом будешь обижаться, что я называю тебя ебаном. Потому что ты говоришь мне о культуре, читаешь сейчас, короче, с Гугла. Ты назвал Мернхольдом Мернхольдом. Ты даже не знаешь, кто эти люди даже. Ты первый раз слышишь эту фамилию даже. Ты даже не знаешь, кто такой Мернхольд. Даже не знаешь, как его зовут. Когда он жил, ты мне не скажешь. Даже начнем с этого. Ты не скажешь мне... А ты мне скажешь, когда он жил? Конечно, я даже скажу, где он и когда жил. Хотя ладно, послушаем, ребята. Гугольдом Мернхольдом Закурова закрыли. Мемориал ликвидировали. Муратову залили краской лицо. Дождь выдавили из травмы. Фильмы Сакурова запретили. Гогольд-центр закрыли. Плюс еще можно упомянуть по поводу уничтожения священства. Я сейчас убираю, я просто в офиге. Знаешь, мои дети просто, наверное, ребят, мои дети просто сейчас офигевают просто. Короче, получается, мировая культура, многовековая культура сейчас слышит человека, который впервые произносит фамилии. Скажи мне, пожалуйста, в каком веке жил Маяковский для начала? В каком веке жил Маяковский? Давай так, возвращаемся к вопросам. В каком веке жил Маяковский? Ты назвал эту фамилию среди перечня. В каком веке жил Маяковский? У тебя есть какие-то проблемы? У меня вообще проблем нет. Ну, у тебя, мужик, точно проблемы. У тебя точно проблемы. У тебя проблемы с культурой, которую ты мне пытался научить. У тебя проблемы с головой, которая ты мне пытаешься сейчас попадать за идеальное знание культуры русской. У тебя какие-то проблемы, короче, с самооценкой у тебя полюбасы. Скажи мне, пожалуйста, в 9... Маяковский в каком веке жил, пожалуйста? Скажи мне, пожалуйста. Маяковский в каком веке жил? Маяковский в каком веке жил? Скажи мне, пожалуйста, и продолжим разговор. Скажи, пожалуйста, что из этого, что я прочитал, неправильно. Все до единого неправильно. Все до единого. Все неправильно. Все неправильно. Объяснить? Объясняю. Все, теперь молчишь специально. Объясняю. Хотя мы хотели дойти до 2000-х годов. Объясняю. Все люди, которые ты привел сейчас, все до единого. Все до единого. Эти люди. Это люди являются представители русской культуры, русской науки, русского искусства в любом проявлении. Независимо от того, что с ними стало. Независимо от того, где они закончили свои дни. Независимо от того, куда они уехали. Будучи это Куприн, будучи это Бунин, будучи это Рахманинов. Без разницы. Независимо от этого. Независимо от того, где и когда и как, кем был освистен Сахаров. Это наука, а наука русская. И так далее. Независимо от того, где и когда был расстрелян Мерхольд и прочее. Это русское сценическое искусство. Я даже специально говорю, кто это. А ты, почему человек, вы, все-таки вернусь на вы. Почему вы, произнося эти великие фамилии, даже не знаете, кто эти люди. Я задал простейший банальный вопрос. В каком веке жил Маяковский? Это знает даже, наверное, первоклассник. В каком он веке жил? Пожалуйста, только не гуглите. Хорошо. Если я вам отвечу на этот вопрос, тогда что это изменит? Мы будем знать, насколько вы... Хотя я, в принципе, уже понимаю. Для чего вы мне приводите фамилии, которые вы не знаете даже? Маяковский, смотрите, Маяковский, Есенин. По какой причине покончили самоубийством? Вообще, Маяковский, смотрите, Есенин, не доказано ни разу, что это было самоубийство. Вообще. Смотрите, если Маяковский, Маяковский, это было самоубийство. Потому что, вы знаете, например... Так это было самоубийство или это не было самоубийство? Это было самоубийство. Маяковский, это было самоубийство. Это доказано официально. Официально. А вы знаете его отношения, например, любовные и прочие, например, внутри? Какое отношение это может иметь к народу как таковому? Это самоубийство. Подождите. Самоубийство Маяковского относит отношения чисто любовного на его тематике. Вот и все. Любовных отношений. Это очень большая тема про человека Маяковского, который вы даже не знаете, в каком веке жил. Я даже не буду объяснять, что стала причиной его самоубийства. В каком веке Маяковский жил? В каком веке Маяковский жил? В каком году он помер? Ну, потому что вы гуглите сейчас. Ладно, в каком веке? Я не гуглю, я смотрю на ваши глаза. Я вам даже могу сказать, в каком он году. Давайте так, давайте вернемся. Я вам могу сказать. Давайте, ничего вы не можете. Все, с вами все ясно. Знаете, в каком году? В 1930-м. Да, потому что в гугле написано, вы же там все прочитали. А, в гугле написано, да. А, ну, видим. Ну, давайте так. А Миренхольд, кто такой тогда? Давайте вернем. Миренхольд, кто такой? Видите, у вас какие? Миренхольд, кто такой? Ваш гугле написано. Ну, видишь, как... Кто такой Миренхольд? Окей. Ладно, в гугле не написано. Хоть одно произведение Маяковского назовите. Любое. Маяковского? Любое произведение? А вы знаете? Хорошо. Я вам прочитаю произведение Маяковского. Вы сейчас в гугле делаете. Вы сейчас в гугле делаете. Вы не сказали. Смотрите, стоп. Мне уже надоело. Короче, мне надоело. Я немножко звук убавлю. Смотри. Когда я смотрю на вот это невежественное просто чужое, и мне просто даже слов не нахожу, насколько мои дети умнее в тот не раз, вот в пятом классе, чем этот человек, которого уже, наверное, за 30 лет. Человек, который изначально мне что-то хочет сказать за Маяковского. Когда я задал простейший вопрос любой, даже человек, который со мной согласен, не согласен, который со мной спорит или не спорит, он всегда, в любом случае, назвал хотя бы одно единственное простейшее стихотворение, даже если ты вообще не знаешь, кто такой Маяковский. Но ты мне привел Маяковского, но не знает даже, какие произведения он написал. А потому что вы гуглите все прекрасно. Дальше. Даже если я сейчас скажу, даже если сейчас скажу, например, кто, спрошу окончательно, кто такой Меренхольд? Пожалуйста, объясните мне, кто такой Меренхольд? Кто такой Меренхольд? Кто такой Меренхольд? Где родился Маяковский? Кто такой Меренхольд? Мы еще с Маяковским? Вы там гуглите. Мы не закончили с Маяковским. Да, закончили. Я с вами уже все закончил. Где родился Маяковский? Все с вами все закончили. Вот смотрите. Официально говорю, официально, официально, официально говорю, официально говорю, я заканчиваю этот разговор, потому что считайте, что я убежал, считайте, что я слился, что угодно, считайте, но просто мне уже надоело обсуждать абсолютно невежественный лепет. Невежественный лепет. Еще раз говорю, окончательно. Человек, который говорит о том, что он называет... меня хочет научить культуре, человек изначально, пошли с XVIII века, не знает ни одной фамилии, Не знаю, что написал даже Ломоносов. Не знаю, кто такой Жуковский. Единственное за все, что мне ответило, это то, что Пушкин жил в золотой век, как говорится, поэзии. Поросил меня сказать по литературе Пушкина. Я назвал самые знаменитые произведения, в том числе не школьную живопись. Он не знает даже, что за картина Боярани Морозова. Для начала. Дальше. И вот этот исторический его смех, только об этом и говорит, что человек абсолютно бескультурный. Человеку за 30 лет уже, человек читает мне фамилии, которые слышит впервые. Человек не знает, кто такой Маяковский. Не знает, кто такой Бунин. Меренхольд называл Меренхольдом. Несколько раз повторил и даже не назвал, кто это. Человек не знает, даже не скажет, что такое Сахаров и что он открыл. Приводит дождь, не понимает того, что он у нас как раз таки был. А в Прибалтике его закрыли. Я вот, я уже не знаю, что тут сказать. Человек называет себя культурным, пытается меня обучить культуре. Является абсолютно не очень просто. И который даже понятия не имеет о русской культуре. И поэтому наш закон о том, что существует слон и моська, сейчас доказан абсолютно. Потому что вы являетесь моськой галимой. Причем даже не моськой, а ее пометом. Потому что моська хотя бы умеет лаять. А вы даже лаять как следует не умеете. И сейчас в нашем разговоре, вот этом минимальном разговоре, доказано, доказано, что Россия есть слон. А вы являетесь моськой. И все ваше место, как говорится, как говорилось в одном хорошем месте. Потому что с вами о культуре говорить не стоит. И считайте, что я слился. Все, до свидания. Ну вы слышали, это просто, ну капец. Я уже не знаю, я просто угорать не угорать. Ну я не знаю, у меня какой-то внутренний мой эстет начинает просто негодовать. Негодовать? Покажите мне просто, ребята, вот назовите мне хотя бы одного человека. Вот сейчас вот в чате, в мире, в вашем окружении. Вот назовите любого человека в вашем окружении, который не знает в какой веке жил Маяковский. То, что он сейчас мне сказал про 1930 год, это он загуглил уже. Потому что, естественно, он сидит с монитором у себя. Он это гуглит, он это знает. Он даже фамилии это первый раз читает. Назовите мне в вашем окружении, друзья мои. Что он написал? Хотя бы одно произведение. Хотя бы в каком веке жил Маяковский. Да любой, даже последний, я не знаю, невежий скажет, что в 20 веке. Любой последний невежий скажет, что граф Алексей Николаевич жил в 20 веке. Любой, даже последний невежий, назовет хотя бы одно произведение у Маяковского. Минимальное, не знаешь название, хотя бы чью строчку скажи. Минимальное название. А то, что этот чувак мне привел Евгений Онегин, это школьная программа. Назовите мне просто, хотя бы даже если не без вот этих лирики, отступлений. Кто там что знает, в каком веке, там Боярни Морозы и прочее. Можно не знать Рядяковского Василия. Можно не знать Ломоносова, что написал. Можно не знать. Я не спорю. Но вести диалог настолько, не знаю, по-детски, что ли. Человек старше 30, елки-палки. Он мне пытался где-то переспорить, читая русскую культуру, где-то какой-то липовый сайт. И хотел представить о том, что это не русская культура. От того, что я говорю, Бунин и Рахманинов, композиторы и прочие, уехали за рубеж. От того, что Алексей Николаевич Толстой уехал также за рубеж. И был какое-то время за рубежом. А потом, собственно, вернулся обратно в Советский Союз. О том, что знаменитый певец Вертинский со времен Гражданской войны жил за рубежом. От этого он меньше русским не стал. Он вернулся обратно после войны. Он получил советское гражданство, как раз таки, Вертинский. И жил в Советском Союзе, получил советскую награду. От этого он русским меньше не стал. А то, что Шаляпин уехал за рубеж и остался за рубежом, от этого он русским меньше не стал. От этого он не в Сан-Франциско, Бунин, никуда не девался. И так далее. Это культура. От этого, не знаю, Пастернак и прочее, что он не получил награды, от этого он русским меньше не стал. Вы о чем говорите? О том, что Гоголь жил в Карловах и везде вот эти вот Баден-Бадни. От этого он русским меньше не стал. Ёлки. От того, что Сахарова когда-то освистали. От этого он, блин, советским меньше не стал. Достоевского хотят читать в оригинале. Для чего русский язык учат? Достоевского, Толстого хотят читать в оригинале. Вот русская культура. Вот русская культура. Щелкунчик. Чайковский. Знает весь мир. Сверидова. Знает весь мир. Кто такой Сверидова? Время вперёд.